МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнется ли отопительный сезон вовремя? Какие точки самые проблемные? И сможет ли Волгоград рассчитаться по долгам перед энергетиками? Об этом мы поговорили с временно исполняющим полномочиями министра жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области Александром Заборским. Александр Валерьевич, каковы шансы, что отопительный сезон начнется вовремя? Насколько Волгоградская область готова к нему? Шансы достаточно велики. Сегодня подготовка к отопительному сезону идет полным ходом, в стадии завершения уже, скажем так. Контрольная точка у нас стоит 15 октября. Хотя сразу оговорюсь, чтобы все понимали, что у нас отопительный сезон может начаться не 15 октября. Он должен начаться у нас, когда средняя температура пятидневки будет ниже плюс 8 градусов. Но с 15 октября однозначно начнутся подтопки, подтопки социальных объектов. Это школы, садики, больницы. Здесь подтопка начнется. А готовность у нас достаточно высокая. Сегодня 98% это готовность теплового хозяйства, основного хозяйства, которое нам необходимо для прохождения отопительного сезона. Назовите самые проблемные участки. Пять населенных пунктов, которые мы видим, где, возможно, будет проблема. Возможно, была бы проблема, если вовремя не обратили внимания. Это Среднеоктопинский район, два поселка, Великий Октябрь и Хутор Клецкий. Но сегодня по Хутору Клецкому работа должна закончиться до 1 октября по подготовке котельной. И по Великому Октябрю мы планируем закончить все технические вопросы к 15 октябрю. Есть городичинский район. Наряду с проблемой, как все уже знаете, это долги, которые есть достаточно большие в самом городе. Еще у нас есть два населенных пункта. Это поселок Степной и Новожезненская. Там тоже котельные, нужно было готовить. Поздно, правда, нашли муниципалитет и деньги, но нашли. На сегодняшний день под приставом и контролем Министерства все проходит, вся подготовка. К 1 октября Степной будет готов полностью. И в течение недели-полторы закончатся все технические работы по замене котельного оборудования в Новожезненском котельной. И у нас остается один населенный пункт. Это хутор Ляпичево, поселок Ляпичево. Всем небезызвестный, который звучит у нас на всех устах и находится сегодня под пристальным контролем ценного губернатора. Там находятся три социальных объекта, школа, садика, больницы и 18-м квартирных домов двухэтажных. Котельная, которая была ранее жидкотоплена, закрыта. Она не готовится, она не будет топиться. По требованию Ростехнадзора она уже не проходит. Поэтому приняты меры для того, чтобы обеспечить и жилфонд, и социальные объекты теплом. В частности, жилфонд полностью закончены все работы по переводу на индивидуальное отопление в связи с приходом газа. Газопровод внутренний уже проложен. Внутрянка вся по домам сделана. Осталось провести опрессовки и состыковать наружный газопровод с внутренним. Начнутся в понедельник опрессовки. И в течение 9 дней должны быть закончены все опрессовочные работы. Соответственно, начнется подключение домов. То есть, к 15 октябрю мы рассчитываем, что работы будут закончены по домам. По социальным объектам планировалось построить котельные. Понятное дело, что уже не успеваем по срокам. Поэтому принято немножко другое техническое решение. Детский садик будет топиться от электроотопления. Котлы на сегодняшний день завезены. Сегодня уже смонтированы электроотопления. Гидравлику сегодня заканчивают делать. И в понедельник начнут монтировать в электрику. То есть, к 1 октября данный объект будет готов. Что касается больницы. Там тоже принято решение на перевод на электроотопление. Работы сегодня ведутся. Проверка идет. Там все под контролем. И школа. Школа у нас идет на газовое отопление. Сегодня уже закончена работа по фундаменту на облачном воду на котельную. Подрядчик имеется. И по контракту они должны закончить монтажные работы 19 октября. Но понимая, что нужно делать подтопку, мы уже приняли решение. Закупили электрообогреватели в виде тепловых пушек. Немножко скучкуются ученички. И там будет отопление до пуска котельной в эксплуатацию. Получается ли у муниципалитетов рассчитываться по долгам и каковы суммы? На сегодняшний день, буквально вчера, закончились собеседования со всеми должниками. По газу, в частности. Это по информации Межрегионгаза, Волгоград. Их порядка 14 таких. Самый крупный – это Волгоград и Городище. Сегодня ведем переговоры. И переговоры достаточно проходят успешно. Мы предполагаем, что в течение двух недель будут подписаны договора реструктуризации задолженности. Мы должны определиться на сегодняшний день, сколько же до 1 октября, до начала отопительного сезона, муниципальные образования смогут заплатить. Реально могут заплатить и найти источники. Задолженность реструктуризации, она не дальняя, не долгая. Это буквально 1 октября следующего года. То есть все предпосылки есть, что я еще раз говорю, в течение двух недель должно решиться. Вопросы, и тогда мы беспрепятственно заходим в отопительный сезон. О каких суммах речь идет? Начнем с малого. Городище 156 миллионов рублей. Это достаточно большая сумма для муниципального образования. Поэтому единовременно не заплатят. Вы знаете, что там предприятие банкрот, которое накопило эти задолженности. Там есть уголовные дела уже. Разбираются уже правоохранительные органы. Существующее предприятие, которое создано, МУК Горхоз. Вот сейчас ищем, как это сказать, финансово правильную, законную финансовую основу, как можно будет взять на себя долги старого предприятия, но чтобы предприятие не ушло на банкротство. То есть нельзя допустить предумышленного банкротства. Но при этом надо решить финансовую проблему. Ну и самый большой должник – это город Волгоград. Сегодня за должностью города Волгограда порядка 2 миллиардов рублей. Это достаточно большая. Плюс немножко сейчас пошли отклонения по текущим платежам. Около 600-700 миллионов рублей отклонения по текущим платежам. То есть сегодня нужно найти возможность обеспечить текущие платежи, при этом реструктуризировать задолженность, просроченную задолженность. Это операторы прошлых лет. Насколько вообще сговорчиво в этот раз поставщики ресурсов? Достаточно сговорчиво. Ну, тем более они видят, прошли выборы, пришла новая власть, пришли новые главы, начиная с чистого листа. Вчера городиченский глава, новый уже был, поговорили, видит проблемы. Есть желание решать эти проблемы. Недавно правоохранительные органы проверяли жилищно-коммунальные предприятия и возбуждено несколько уголовных дел. Ну, причину только в одном – хищение. Другого просто нет. Ну, сами понимаете, если 156 миллионов рублей в том же городище набрать долгов, при небольшом начислении – это сколько лет нужно уводить деньги. Поэтому сейчас работают правоохранительные органы как по городище работают, так и по городу Волгарду по управляющим компаниям. В частности, управляющие компании сегодня задолжали МУВ ВКХ, это коммунальный оператор тепловой, который оказывает тепло городу, городу и населению, порядка 2,6-2,8 миллиарда рублей. То есть все достаточно большие деньги, поэтому здесь уже работают правоохранительные органы, которые, я думаю, найдут кто, где и куда увел эти деньги. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.